Микрорайон Светлана всегда был одним из самых престижных и привлекательных на курорте. Здесь находятся знаковые культурные объекты, парки, санатории. Тем не менее, жители беспокоят многое. Главная проблема – отсутствие муниципальной поликлиники. Курортная, что напротив цирка, коммерческая. За бесплатными медицинскими услугами по поле совместным жителям приходится ездить на бытху. Вопрос этот будет решен через несколько месяцев, успокоили людей представители управления здравоохранения. Говорили на сходе о ремонте дорог, тротуара в строительстве детских площадок. Работа в этом направлении в микрорайоне ведется активно, а вот порядка в сфере торговли пока не наблюдается. Жители обратили внимание главы на тот факт, что в подземном переходе на курортном проспекте ведется бойкая торговля фруктами и овощами. По условиям безопасности в подземном переходе не должно быть ни одного торгующего объекта. И проход должен быть совершенно свободным. И у меня вопрос, Геннадий, а что вы на самом деле не выполняете решение антитеррористической комиссии? Казакова мы вам даем, поставьте туда на постоянно. Кстати, с торговлей на Светлане всегда были проблемы. Сначала не устраивали цены на рынке, а теперь его отсутствие. По нашему заявлению убрали вот этот рынок, так называемый рынок. Сейчас там сидит одна женщина, можете посмотреть какие цены. Вот эти же цены были на этом рынке так называемом. Вот это здание, нам обещали, что первый этаж это будет рынок, второй кафе, а третий, не знаю, административные какие-то помещения. И все. Помещения в новом здании пока пустуют. Анатолий Пахомов дал поручение разобраться в ситуации и ускорить этот процесс. Ну и в завершении встречи глава города напомнил жителям Светланы о необходимости следить за порядком на своих улицах и придомовых участках. Сочи готовится к очередному наплыву гостей. Татьяна Говоркова, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.